Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите в святом доме комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, как ухаживать за селокинеллой в домашних условиях. Комнатная селокинелла является довольно требовательным и прихотливым растением, что непременно стоит учесть в том случае, если вы хотите украсить ею свой дом. Несмотря на то, что история ее существования насчитывает несколько миллионов лет, при выращивании в комнатных условиях такой цветок могут погубить прямые палящие лучи солнца, либо чрезмерно низкая влажность воздуха. Чтобы этот почвопокровник был максимально эффектным, необходимо научиться правильно ухаживать за ним, чем мы с вами и займемся. Освещение. Несмотря на то, что в природе некоторые виды растут в пустынях, при культивировании такого растения в комнатных условиях, крайне не рекомендуется подвергать его листву воздействию прямых лучей солнца. Дело в том, что листья у нее очень нежные и на них могут образоваться ожоги. В связи с этим, такое растение лучше не выращивать на подоконнике южной ориентации. Лучше всего для него подходят западные и восточные окна. Освещение там менее яркое и более рассеянное. Если на подоконнике с северной ориентации не слишком темно, то его также можно использовать для размещения селокинеллы. Но учтите, что если света будет чересчур мало, то растение утратит свой эффектный окрас, а также это крайне негативно отразится на его декоративности. Куст вполне нормально будет расти в комнате с искусственным освещением, так как ему не требуются солнечные лучи. Дело в том, что в природных условиях этот почвопокровник предпочитает расти в тени крупных деревьев, а в такие места солнечные лучи добираются очень редко, а иногда вовсе не попадают туда. Селокинелла отлично приспособлена к переменам интенсивности освещения в течение года, и зимой ей не нужна дополнительная подсветка. При выборе подходящего для растения места необходимо учесть, что оно крайне негативно реагирует на сквозняки, а также на прямые лучи солнца. Поэтому для такого цветка рекомендуется выбирать тихое место, расположенное в небольшой полутени в глубине комнаты. Температурный режим. Помните, что оптимальная температура необходима для нормального роста и развития куста, зависит от вида Селокинеллы. Часть видов круглый год выращивается при температуре от 18 до 20 градусов. Также есть виды, которые способны нормально расти при температуре воздуха от 12 до 21 градусов. Слишком высокие температуры убительно воздействуют на любые виды. Из-за этого куст темнеет и у него начинает облетать листва. При выращивании Селокинеллы чешуевидной помните о том, что если в комнате продолжительное время будет жарко, а также если ей не будет хватать воды, то она впадает в криптобиоз. То есть ее ветки свернутся, а куст станет более похож на клубок. Даже кратковременное повышение либо понижение температуры воздуха может крайне негативно отразиться на внешнем виде растения. Пожалуй на сегодня мы уже закончим. А в следующем видео мы с вами поговорим о том, как поливать Селокинеллу, как ее размножать, пересаживать, как бороться с разными видами проблем выращивания и еще о многом другом. Так что если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и не потерять. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Я всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова